Отрывок из главы «Мистика свадьбы» из книги «Наш Армагеддон» Лариса Александровна Секлитова и Людмила Леоновна Стрельниковой. Однажды Новороссийский Кришнеет на Центральной улице Советов торговал своей литературой. Мы с сестрой Ноной Мараховской проходили мимо. Он протянул какую-то тонкую книжицу. Мне стало его жалко, так как видела издали, как люди обходят его стороной, и никто его литературу не покупает. Поэтому я решила порадовать его, купив книжку. Безусловно, читать я не собиралась. А просто хотелось поощрить его за приверженность своей идее своему кумиру. Остановившись, я полезла в кошелек и вдруг заметила, как глаза Кришнаида становятся изумленными. Он невольно наклонился к моему уху и стал смотреть за него туда, где находился особый знак. Его поставил на нас Бог, чтобы существа тонкого плана знали, с кем имеют дело, а инопланетяне, чтобы не забрали с собой на летающую тарелку. А без этого знака нас бы давно похитили пришельцы других миров, и мы бы недовыполнили свою миссию. Так что именно данный знак, невидимый человеческому глазу, работающему в физическом спектре энергии и общеизвестный в космическом мире, хорошо был виден инопланетянам различных уровней. Знак содержал в себе несколько спектров, и его могли видеть существа эфирного, астрального и некоторых других планов. Кришнаид увидел данный знак своим эфирным зрением. А обычные люди, приверженцы данной религии, вегетарианцы. Чистая еда, молитва способствуют открытию у них низшего ясновидения, то есть видения материи тонкого плана, приближенного к физическому. Поэтому у данного человека оно работало.